Наши горожане обеспокоены тем, что за последние десятилетия с развитием урбанизации наблюдалось значительное сокращение территории парков, скверов, озелененных территорий микрорайонов и уличных зеленых насаждений. Мэрия города предприняла меры по развитию чистой экологии и уже с этого года начали сажать качественные растения и деревья, их более 10 тысяч. По поливу, где будем деревья сажать, там и должна быть вода. Если воды там не будет, не будем сажать. Поэтому здесь идет своя система, систематический подход, так скажем. И в этом году мы отказались от цветов, которые сажают, и за 2-3 месяца она высыхает. Мы в этом году большинство наших городов будем превращать на газон, на зеленую зону. А это когда полностью будет зеленый наш город, а потом можно где надо будем сажать однолетние цветы. На фоне экологического кризиса сейчас активно ведутся работы по концепции развития зеленого фонда Бишкека. К примеру, в новостройках многие топят свои дома обычными дровами и углем, что сильно вредит окружающей среде. Сейчас ведутся разговоры о газовом отоплении. Ведение голубого топлива значительно сократит выбросы углекислого газа в воздух. Для улучшения экологической ситуации в стране ежегодно из республиканского бюджета выделяется 900 миллионов сомов. Также депутат Джогурку Кенеша Даснан Бекешев рассказал, что необходимо сделать для улучшения экологии в нашей стране. Нужно нам перейти на новые стандарты качества топлива, это бензин и дизельное топливо, а также субсидировать тарифы на электричество и газ. Если мы этого не будем делать, к сожалению, другие меры нам не помогут. Ну, конечно, безусловно, еще нужно озеленять сам город, высаживать деревья, заниматься ирригацией, потому что без этого экология тоже не улучшится. Чтобы субсидировать тарифы на электричество и газ, правительство должно выделить для этого деньги. В городе Бишкек и вокруг города Бишкек, новостройки, которые есть, им нужно просубсидировать эти тарифы. Повышение качества используемого топлива, переход автотранспорта на более экологические виды топлива, газ или электричество, снижение количества автомашин – это главные направления для решения проблемы. В отличие от европейских городов, наш Бишкек находится в сложных климатических условиях, а из-за сухого воздуха загрязняющие частицы держатся дольше. В последние месяцы для нашей столицы смог был большой проблемой. Эколог Дмитрий Витошкин рассказал основные причины ухудшения экологической системы и возможные пути решения. Хаотичная застройка, несоблюдение стандартов застройки розоветров и уничтожение крупных зеленых массивов – это как раз то, что нарушает напрямую экологический фактор города. На сегодняшний день не найдено еще ни одно решение, как в нашей стране, так и в мировой практике, по улучшению качества городов, кроме озеленения. Озеленение на сегодняшний день – единственный фактор здоровой окружающей среды. В этом году также ввели электронное жилищно-коммунальное хозяйство, что поможет отслеживать работы служб во избежание нерациональной вырубки деревьев. На предприятиях установлены камеры. Полностью вся работа служб озеленения будет приниматься в электронном формате. Это один из нескольких проектов, которые ввели в этом году. Также по итогам сегодняшней встречи власти хотят создать экологический экспертный совет. Концепция развития зеленого фонда столицы на 2017 и по 2025 годы была принята депутатами Бишкекского городского кинеша.